МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юная леди с железным характером боксерша Маргарита Ермольченко приехала в Березняки с медалью. МЧС предупреждает, завтра по данным метеоцентра ожидается аномальная жара 4 августа. В Прикамье температура воздуха может подняться до 30-35 градусов Цельсия, местами по югу до 36. А вот накануне погода преподнесла еще один сюрприз. По территории бывшего Усольского района разгулялся ураган. В поселке Романово град побил ягоды в огородах местных жителей. На кадрах в сторис беспорядок на участках. Ураган снес дачную мебель и поломал деревья. На некоторых зданиях он потрепал сайдинг и крыши. В ближайшие дни сильного ветра синоптики не предсказывают, зато, напомним, предостерегают нас от жары. МЧС рекомендует не находиться на солнце, а если такой возможности нет, закрывать как можно больше поверхности кожи. Также рекомендуется ограничить поездки на личном и общественном транспорте или планировать их в утреннее или вечернее время. Ведомстве напоминают, что на территории Пермского края действует особый противопожарный режим. Запрещено пользоваться открытым огнем, разжигать костры, готовить пищу на мангалах и жаровнях. Перейду к дорожно-транспортному происшествию, в котором, к счастью, никто не пострадал. Сегодня днем в районе Дома Учителя столкнулись троллейбусы «Грузовая Газель». Водитель «Газели» исправляет повреждения молотком. По словам очевидцев, грузовик припарковался в неположенном месте. Но запрещающие знаки ставят не просто так, ведь троллейбус не смог повернуть из-за громоздкой машины и задел «Газель». Повреждения минимальны, но все равно неприятно. И обоим водителям, чей день был испорчен, и пассажирам, которым пришлось пересаживаться в другой троллейбус. Жители поселка Суханово долго просили, чтобы им пустили автобус до новых участков. И вот, свершилось. Администрация города буквально вчера заключила контракт с подрядчиком, который приведет в порядок дорогу. И по ней вскоре можно будет пускать автобус. Подробнее расскажет Елена Силакова. Вот это получается, видите? В марте этого года мы рассказывали, что жители Нового Суханово вынуждены ходить от остановки до дома пешком около километра. На всем пути нет ни освещения, ни тротуара, поэтому многие родители встречали детей с остановки. Вот и остановка у нас хорошая. Галина Сивкова живет в Суханово все лето. Работы на огороде много. Больше километра пенсионерка тащит по жаре огромные сумки и говорит, что иногда плачет, потому что тяжело идти в гору с багажом. У Суханово вот эта остановка, с нее ползем в гору, вот это все гора. И вот туда. А оттуда тоже гора. Если утром идем мы туда, тоже гора. Вот идем, пыхтим, тащим. Вот мы увидели, как мы тащим. К счастью, жители и проблемы начинают постепенно решаться. Буквально вчера управление благоустройства города заключило контракт с подрядчиком, который должен построить асфальтовую дорогу длиной 800 метров до остановки Суханово, а также около двух километров улицы Цветочной уложить щебнем. Позже как раз по этой дороге пустят общественный транспорт. С улицы Пятилетки поворачивают на Сухановскую, полностью проходит асфальтовый участок улицы Сухановской, влево потом, берет левее по улице Цветочной, через участки для многодетных семей, через садоводческие товарищества, которые с правой стороны по ходу движения остаются. А после автобус будет по трассе Пермь-Березняки возвращаться в город. По контракту работы должны закончить до октября. И только после этого по улице Цветочной наконец-то пойдет долгожданный транспорт. Елена Силакова, Дмитрий Воронышкин, Новости Верхний Камья. Немало претензий к чиновникам и у жителей поселка Зырянка. Напомним, из-за проседаний там закрыли магазины основную дорогу. Вместо нее построили объездную, которая устраивает не всех. Как решаются проблемы на Зырянке, смотрите в следующем материале. Можно, пожалуйста, репенбольт, фундук, молочный шоколад? Полина Ромашихина на Зырянку приехала в гости к друзьям, а заодно решила подкрепиться сладеньким. Говорит, удобно, что в поселке открыли такой магазин. Это очень удобно, потому что далеко не надо ходить. И вроде все есть, что надо. Я бы сладости покупала. Люблю сладкое. Сладости здесь пользуются спросом, говорит предприниматель Алла Яковлева. Именно она теперь снабжает добрую половину Зырянки, которая осталась без магазина, когда закрыли магнит. Говорит, привозит все самое необходимое. Молочку, крупы, консервы, соль, сахар, хостовары и даже домашние яйца. И цены у нас здесь демократичные. Они не такие большие, как все думают. Потому что обычно же как маленький магазинчик или киоск там, значит, все цены завышены. Нет, у нас абсолютно такие же. Даже есть дешевле многие продукты, дешевле, чем в магазинах. Киоск на колесах работает каждый день. Кроме субботы все это время Алла находится здесь. Она уже подружилась с местными жителями, которые часто просят привезти конкретный товар. Напомним, 29 июня на Зырянке закрылся супермаркет. Поэтому было принято решение развернуть мобильную торговлю на Шахтерской улице. В июле наши телезрители жаловались нам, что закрытие магазина и дороги качество жизни в поселке значительно ухудшилось. Одной проблемы теперь стало меньше. Также люди сетовали на то, что ждать автобуса посреди объездной дороги было неудобно. У нас, во-первых, ходит школьный автобус за детьми, в первую школу возят. Это, соответственно, все дети со всего поселка приходят на остановку и ждет школьный автобус. Естественно, что нужно и остановочный комплекс полноценный. Наболевший транспортный вопрос тоже решился. На Зырянке появился остановочный комплекс. Правда, и это еще не все. Объездную, которую строили в срочном порядке, выполнили из щепня. Теперь пыль стоит столбом и оседает на грядках садоводов. В администрации города в курсе этой проблемы и ищут пути решения. Сейчас организован полив объездного участка в стадии обсуждения вопроса его асфальтирования. А мы продолжаем следить за ситуацией и о возможных изменениях расскажем в следующих выпусках. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Напряженная ситуация. Жители дома по улице Свободы 161А в городе Усолье не могут понять, почему платежи за общедомовые нужды по электричеству у них выросли в несколько раз. Это при том, что их дом двухэтажный. Усольчане отказываются платить долги по ОДН, считая их необоснованными. А компания «Пермэнергосбыт» уже подает на должников в суд. В непростой ситуации с квитанциями за электричество разбиралась наша съемочная группа. Значит, вот за июнь общая ОДН как бы небольшое, да, 108 рублей. Но пришла сумма 1990 за отключение, которого у нас не было в нашей квартире. За что они деньги берут, непонятно. И долг 2337 рублей. Поясним сразу. Речь здесь идет о долгах по электричеству на общедомовые нужды. Все текущие платежи жильцы этого дома платят исправно. А все началось осенью прошлого года, когда представители компании «Пермэнергосбыт» сняли старый общедомовой прибор учета со стены дома и установили новый на столбе на улице. Теперь люди лишились возможности контролировать показания и не понимают, какие данные и когда он передает ресурсникам. А между тем, с октября по май долги по ОДН у людей накопились внушительные. За ноябрь месяц было ОДН 973 рубля. Ну, фиксинг там. Кто-то воровал, кто-то еще что-нибудь делал. Я не знаю. Но июнь месяц мне приходят 143 рубля ОДН. Это давайте возьмем с 12 квартир. Неплохая сумма. Я могу поверить, на горит 500 рублей со всего дома. Но не 143 рубля с одной квартиры. Это бред. Люди не хотят платить столько. В доме всего два подъезда, в каждом по две лампочки. Они не верят, что освещение может так дорого стоить. Чтобы разобраться с начислением платежей на ОДН, жители обращались в «Пермэнергосбыт». В компании сообщили, что в марте специалисты провели проверку показаний счетчиков. Вот официально, видите, ответ. Они пишут, что ОДН уйдет в минус. Вот, видите, ушли в минус. А на самом деле ничего не произошло. Более того, «Пермэнергосбыт» прислал собственникам квартиры номер 5 исковое заявление о взыскании долгов за услуги электроснабжения, которые накопились с октября прошлого года по май текущего. Вот, 4232 рубля. И вот тут они, видите, нам пишут, что за энергию день, ночь, ОДН здесь они не пишут. Вот видите, как вот тут написано. Понимаете, получается, как будто мы не платим за электричество. Но это же неправильно. Они сейчас в суд подали, они с карточки снимут с пенсии. Все, и будут довольны. А человек будет расстроенный. Говорю, это расстройство уже с осени происходит. Жильцы готовы платить за ОДН беспрекословно. Но если они будут понимать, как идет расчет этой услуги. Счетчик нам нужно перенести на дом, чтобы мы его могли контролировать. Потому что неизвестно, какие там расчеты и как это все производится. Мы должны знать, с чего они берут. Берут с квадратного метра. Или же они берут с количества человек, проживающих в квартире. Непонятно. Сегодня мы отправили официальный запрос в компанию Перманергосбыт с просьбой объяснить, откуда в квитанциях жители Усолья образовались такие внушительные долги по ОДН. И почему в исковом заявлении о взыскании задолженности нет ни слова про общедомовые нужды. Ответы энергетиков, как только мы их получим, обнародуем в ближайших выпусках новостей. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамье. Каких высот добились березняковские спортсмены? Как правильно выбрать арбуз? Об этом мы расскажем во втором блоке выпуска. Оставайтесь с нами. Уверенность в каждом движении. Березняковская спортсменка Маргарита Ермольченко завоевала бронзу в финале летней спартакиады молодежи России по боксу, которая прошла в конце июля в Уфе. Наш корреспондент Ксения Калугина взяла мастер-класс у этой стильной девушки. Пропустил тренировку один раз – нокдаун, второй – нокаут, третий – аут, и ты уже не боец. Но Маргарита Ермольченко не только не пропускает тренировки, а еще и своими достижениями доказывает, что в боксе женщины отнюдь не слабый пол. Ей всего 22 года. В бокс пришла только в 17 и уже вышла на профессиональный уровень. Совсем недавно в Уфе Маргарита взяла бронзу на финале летней спартакиады молодежи России по боксу в весовой категории 57 килограммов. Вообще все получилось очень спонтанно. Спортом я никогда не увлекалась. И в школе у меня были тройки по физкультуре. Учительница постоянно ругалась, что я прогуливала. Мне не очень нравилось. А потом как-то получилось. Пошла на первый курс, поступила в колледж. И там все спонтанно. Девочки просто были, которые занимались. Я прям так загорелась. Со слов Маргариты, ей очень повезло, что она смогла попасть на спартакиаду по возрасту. Но переживала, что соперницы будут младше, но при этом опытнее. Ведь, напомним, девушка занимается боксом только 5 лет. Секрет уверенности спортсменки прост. Это поддержка от тренера. Пришла, ей было 17 лет. Пришла, ну, начала заниматься. Ну, и вижу, что у нее очень сильный характер. Так. И занимался поплотнее с ней. Она выиграла Пермский край. Трижды выигрывала. После стал финалистом Привозского федерального округа. По запросу году участвовала на первенстве России в городе Ульяновске. К сожалению, опять попала она с Санкт-Петербургом. Боль такой очень упорный. Ну, отдали Санкт-Петербургу. На этих соревнованиях рядом с Маргаритой тренера не было. Но это не помешало ей собраться и провести успешно все свои поединки, что обеспечило ей бронзовую медаль. Ведь поддержка наставника ощущалась даже на расстоянии. Зарядившись ядерной энергией нашей героини, я тоже решила попробовать себя на ринге. Не так-то просто это, как казалось. Забирайтесь боксом. Ксения Калугина, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Продолжим рассказывать о спортивных успехах. Сборная Пермского края по пожарно-прикладному спорту приехала из Екатеринбурга с первенства МЧС России с отличными результатами. Соревнования проходили в четыре этапа. Штурмовая лестница, полоса препятствий, боевое развертывание и пожарная эстафета четыре постов, которые березняковец Андрей Фогель завоевал бронзом. Стоит поздравить и пермских спортсменов. Василина Хомутова и Вячеслав Стражец заняли первые и третьи места и прошли отбор на чемпионат Европы в Словению. Сборная Пермского края в общем зачете заняла шестое место среди 14 команд, попав в десятку сильнейших регионов страны, что позволит попасть нам на зимнее первенство России, которое состоится в марте в Омске. Шесть спортсменов – это как бы большой подносал уже для сборной команды Пермского края. Это практически третья часть, 30% команды всего Пермского края, и близнецовских спортсменов. Так что я считаю, что это уже большой успех, что мы представительствуем с таким количеством людей. Чемпионом может стать каждый. Уже в сентябре во дворце спорта «Темп» начнется набор в секцию пожарно-прикладного спорта. Опытные тренеры ждут всех желающих школьников. Возраст – с 10 лет. Интересующие вопросы можно задать по телефону, указанному на экране, или лично прийти во дворец спорта «Темп». 3 августа во многих странах мира отмечается День арбуза. Любимое лакомство уже появилось на прилавках нашего города. Но чтобы получить от арбуза настоящее удовольствие без неприятных последствий, нужно внимательно подойти к его выбору. Топ самых полезных советов в сюжете Валерии Агалаковой. Несмотря на то, что арбузы начинают продавать уже в июле, настоящий сезон начинается в августе и продолжается до октября. Мы выяснили у березняковцев, покупали ли они арбузы этим летом и повезло ли им с выбором десерта. Нет, арбуза еще нет. Почему? Сегодня Международный день арбуза. Обязательно надо попробовать. Значит, попробуем. Нет, еще вот хочу попробовать. Берите, берите. Я сейчас попробовала. Очень вкусно. Да, спасибо. Пробовал. И как вам? Ну, не везде. Не везде. Ну, есть, да, места хорошие. Астраханские особенно. Ну, я считаю, что это рано покупать в августе месяце арбузы. Мы пробовали даже в июне. Ну, он был сладковатый, но так. Я доверяю сентябрьским арбузам. Согласно опросу, большинству горожан повезло с выбором десерта. Однако, сколько раз мы приносили домой большой, красивый арбуз, собирались за столом всей семьей, разрезали его и были разочарованы. Несладкий, бледно-розовый, с ненатуральным привкусом. Конечно, от такого никто не застрахован. Поэтому, чтобы вдоволь насладиться этой прекрасной ягодой, ее нужно правильно выбрать. Яркие контрастные полосы указывают на то, что он рос положенное ему время и не был сорван преждевременно. Арбуз со слабо выраженным контрастом покупать не стоит. Также следует обратить внимание на светлое пятно на боку, которое арбуз отлежал на земле. У хорошего арбуза оно должно быть желтым или оранжевым. Нормальная величина пятна примерно с ладонь. Почти белая отметина означает, что плод незрелый. Большой диаметр пятна указывает на плохие погодные условия вызревания, и он будет несладким и водянистым. А еще неплохо было бы разобраться, мальчик перед нами или девочка. Это определяется по величине пятнышка на противоположный хвостик у стороне арбуза. Если донышко арбуза плоское, а пятнышко широкое, это девочка. Народная примета утверждает, что такой экземпляр слаще и содержит мало косточек. Более рельефное донышко арбуза и маленькое пятнышко указывает на мальчика. Это считается как якобы вот ты воска, а это мальчик. Разрезать плод на пробу или торговать половинками строго запрещено. В месте сечения очень быстро размножаются микробы. После покупки арбуз лучше хранить в холодильнике. Ну что, воспользовавшись советами, выбираем все-таки самый вкусный. Важно тут слушать не только свое сердце и продавца, но и голос арбуза. Чтобы семейные посиделки не закончились в инфекционном отделении, в плюс к визуальной проверке неплохо было бы попросить у продавца документы торгово-транспортную накладную, сертификат или декларацию о соответствии. В документах также должно быть указано, откуда прибыли бахчевые. Однако сегодня мы обошли пять торговых точек, и ни в одной из специальных бумаг нам так и не показали. А у вас есть сертификаты на продажу арбуза? Да, конечно. Можете показать нам в камеру? Вот, надо все обращать. Все есть. А можете мне на камеру показать? Есть документы на продажу арбуза, свидетельства и ветеринарный паспорт? А можно мне показать? Сейчас снова там посмотрите. Получается, остается только верить на слово улыбчивым продавцам. И где покупать сладкую ягоду, решать только вам. Но мы на всякий случай сегодня в магазин. Надо ведь праздник отметить. А с Днем Арбуза вас поздравляют Валерия Галакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Если вы неравнодушны к жизни города и сняли на видео происшествие или интересное событие, присылайте свой ролик и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнеками». Мы также ждем ваших сообщений по телефону 43 17 11 или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Автор лучшего видео недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы. Внимание! Открыт новый салон «Двери-окна Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – охранное предприятие «Шериф Безопасность». Охрана квартир, коттеджи бизнеса. Березники. Юбилейная 127. ТЦ. Нео. Офис 211. 4 августа на территории Верхнекамия «Синоптики» прогнозируют ясную погоду днем. Вечером малооблачно грозы, сопровождаемые небольшими дождями. В Александровске плюс 29 градусов. В Кизеле столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 28. В Соликамске плюс 29. В Березниках в среду температура воздуха ночью плюс 19. В дневные часы плюс 28 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. 4 августа солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно. Дом начинается с дверей. А наш с дверей Аргус. Сейф-двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Охранное агентство «Шериф-безопасность». Нам доверяют 15 лет. Охрана объектов всех форм собственности. Защита жизни и здоровья граждан. Монтаж в день обращения. Система «Умный дом». Шериф-безопасность. Флагман в сфере охранных услуг.